А слово «дисклеймер» говорить? Не, не надо. Это видео предназначено в первую очередь для тех, кто собирается купить велосипед или купил совсем недавно. Поэтому просим опытных ездунов охладить траханье. Хотя нет. Это видео вполне пригодится всем, кто ездит на велосипеде или только собирается начать, потому что по нашим наблюдениям нарушают банальные правила дорожного движения как новички, так и дяди в полном велошмоте и на дорогущих велосипедах. Строго говоря, это не делает их профессионалами. А еще, пожалуй, этот цикл выпусков будет полезен и пиши ходом с автомобилистами для общего сведения. Ах, короче. Здарова. Решил купить себе велосипед и начать катать наконец-то. Молодец, делаешь правильный выбор. И для того, чтобы у тебя было меньше проблем на старте, мы подготовили ряд советов, которые ты нифига не получишь от продавца велосипеда. И нифига не получишь в велошколе, поскольку у нас тупо нет велошкол. Однако с покупкой велосипеда тебе было бы неплохо следовать некоторым правилам. Грузить пунктами ПДД мы, конечно, тебя не будем, но их тоже нужно знать. Велосипед. Транспортное средство. С***, дорогие, кидай, куда взять? И об этом написано ПДД. Правда, водители этот пункт часто игнорируют. Разберемся для начала, где можно ездить, а где нельзя. Согласно ПДД, начиная с 14-летнего возраста, ты должен ездить в первую очередь по велодорожкам и велополосам. Мы в курсе, что у нас в городе их не очень много. Во вторую очередь, то есть если нет велодорожек и велополос, ты должен ехать по обочине дороги, если таковая и имеется, конечно. За городом они есть почти всегда. И в третью очередь ты можешь ехать по правому краю проезжей части. Но этот момент мы будем разбирать немного позже. На край проезжей части тебе можно, только если ты не можешь использовать предыдущие два указанных пункта. И если ты не можешь ехать по правому краю проезжей части, ты можешь поехать по тротуару. Но есть момент. Все это очень плохо внедрено, в первую очередь, в головы всех участников движения, начиная от пешеходов, заканчивая автомобилистами. Надзорный орган, то есть ГИБДД, смотрит на все это сквозь пальцы. И мы в итоге видим почти повсеместную картину, что на велополосах и велодорожках у нас то автомобили припаркованы, то пешеходы с колясками идут. А велосипедисты то и дело по пешеходному переходу едут, не спешиваясь. Ты и твой велосипед дополнительно должны отвечать некоторым пунктам. Кроме того, что велосипед должен быть исправен и так далее, ты и твой велосипед должны быть заметны. Что включает в себя? Первое. Наличие переднего и заднего фонарей. Второе. Наличие на одежде и аксессуарах световозвращающих элементов. Это чтобы тебя было видно ночью. Третье. Чтобы быть заметным и светлым во время суток, нужно носить одежду ярких цветов. Ну и напоследок, заметим, что одеваться можно как угодно. Главное, чтобы тебе было удобно. Впрочем, есть одежда, которая специально предназначена для велосипедиста и для разных типов погоды. Отдельным моментом данного правила являются шлем и велоочки. По ПДД шлем не обязателен, а только рекомендуется. Однако ты сам принимаешь решение, надевать его или нет. Про очки в ПДД вообще ничего не сказано, однако мы настоятельно рекомендуем их приобрести. Потому что во время движения тебе в глаза могут залететь насекомое, может попасть дождь, пыль, камни из-под колес машины. А лишиться зрения, пусть даже и ненадолго во время кручения педалей, это может привести к очень серьезным последствиям. Подведем итоги. Первое. Велосипедист полноправный и полноответственный участник движения. Второе. Приоритет движения. Велодорожки, дорога, тротуар. Третье. Велосипедист должен быть заметным. Четвертое. Одежда в правилах не обозначена, но как необходимый минимум мы рекомендуем очки. И будь мода***м. Красный. Ну и на этом все. Вводный курс мы завершаем на сегодня. Далее мы будем более подробно останавливаться на каждой теме, и каждую тему более подробно будем рассматривать. Ну а пока на тему всего вышесказанного. Если ты совсем новичок, то тротуары и парки твои лучшие друзья на первое время. Пока не научишься уверенно кататься, ощущать себя на дороге и... Лайк, подписка, бубенцы. Ну привет, привет, привет. Велосипед? Куда ты посмотрел? Куда ты отвернул глаза? Я все видел. Тебе удобно. Да, да. Черт, черт, черт. Дерни мне палец. Вообще, как это смотреть сквозь пальцы? Не понимаю. Купи себе! Смотрите себя на дороге и... Лайк, подписка, бубенцы! Лайк, подписка, бубенцы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok